30-летие со дня основания отметил православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В соборной палате Московского епархиального дома, который с 2015 года является главным зданием этого учебного заведения, состоялся торжественный акт, посвященный юбилейной дате. Ежегодное событие традиционно приурочено ко дню избрания святителя Тихона на Патриарший престол. Трансляция юбилейного актового дня Церковного университета шла в прямом эфире нашего телеканала. Рассказывает Эльвира Гордеева. Свято-Тихоновский университет сегодня — это 6 факультетов, 30 кафедр, 7 научных центров и лабораторий, 44 образовательные программы, более 15 тысяч выпускников, специалистов в различных областях. С демонстрацией презентационного видеоролика, посвященного 30-летию учебной деятельности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, началось торжественное заседание в историческом зале ПСТГУ. Именно здесь, 105 лет назад, проходил Всероссийский поместный собор, восстановивший патриаршество в Русской Церкви и избравший патриарха Московским и всея Россия, святителя Тихона. Торжества в честь 30-летия основания Свято-Тихоновского университета, по благословению святейшего патриарха Кирилла, возглавил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий патриарха по городу Москве, митрополит Воскресенский Дионисий. Архипастер огласил приветственное послание участникам торжеств и его святейшества, в котором патриарх отметил значимость вуза и других богословских школ в изучении и развитии богословской науки. Важно, чтобы любой желающий мог получить качественное образование на базе религиозного мировоззрения и стать специалистом в области богословия, истории церкви, церковного права, патристики, церковного искусства и других связанных христианским образованием наук. Общими усилиями удалось добиться признания богословской науки. Ныне наши духовные школы получают государственные лицензии и аккредитацию, выдают дипломы государственного образца, а наши диссертационные советы присуждают кандидатские и докторские степени, признаваемые государством. Свято-Тихоновский университет был первопроходцем на этом непростом пути. Во время мероприятия также прозвучали поздравительные адреса от государственных деятелей, духовенства и представителей общественных и учебных заведений. От общецерковной аспирантуры и докторантуры поздравление зачитал председатель учебного комитета русской церкви, протеерей Максим Козлов. Создание ПСТГУ стало важнейшей вехой в новейшей истории русской православной церкви. Это событие послужило началом долгой работы по признанию теологического образования государством. Становление научной отрасли теология заняло много лет, до продвижения которых православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет занимал самое значимое место в этом процессе. Нынешние празднования юбилейной даты, дорогого для многих и многих православного вуза, дает повод не только подводить те или иные итоги, но и простираться в будущее богословского образования. Председатель учебного комитета передал ректору вуза протеерею Владимиру Воробьеву обновленное свидетельство о церковной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам ПСТГУ. Приветствие министра высшего образования и науки Валерия Фолькова огласил заместитель министра Петр Кучеренко, который затем вручил протеерею Владимиру Воробьеву ведомственную награду на грудный знак «Почетный наставник» за долговременное эффективное осуществление наставничества и личные заслуги. С актовой речью, посвященной теме первенства в свете православной экклезиологии, выступил заведующий лабораторией исследований церковных институций Свято-Тихоновского университета священник Павел Ермилов. Тема первенства в церкви давно приковывает к себе повышенное внимание, выйдя далеко за рамки академических дискуссий. У многих людей, знакомых с историей богословия, могут возникать объяснимые недоумения. Как получилось, что понятие, которое на протяжении многих столетий оставалось предметом острой межконфессиональной полемики, вдруг стало камнем преткновения для самих православных христиан. Завершением торжественного акта стал праздничный концерт сводного хора студентов Свято-Тихоновского университета и хорового училища под управлением священника Алексея Зайцева и заведующего кафедрой хорового дирижирования факультета церковного пения доцента Владимира Любарского. Субтитры создавал DimaTorzok